Всем привет! Сегодня у нас занятие четвертое. Четвертое занятие вводных уроков программирования и тестирования. Как вы видите, на занятии присутствуют уже люди, кто уже что-то начал делать. Все лентяи, тунеядцы, романтики и люди, любящие просто поболтать, они уже, может быть, на второе занятие подключились. На третье, скорее всего, уже нет, но на четвертое уже мы видим тех, кто что-то делает и пробует. Замутируйте пока микрофон, я буду общаться по одному, так чтобы было проще. Я тоже замутировал ваши микрофоны. На прошлом занятии мы с вами поработали с переменными. И я понимаю, что многие вопросы сейчас, они как раз и крутятся вокруг переменных. Поэтому я буду отвечать в начале минут 10 на ваши вопросы и показывать примеры. В задании, которое сказала Жанна, нужно сделать переменную, в которой присвоить имя и ее закомментировать. И закомментировать эту строку. Вот, собственно, все задание, которое было. Я так понимаю. Вот это было задание. Давайте дальше. У кого еще? Кстати, внутри JavaScript синтаксиса есть еще блок, такое называется «Задание для самопроверки». Они делаются, это просто как задание. Вы их можете делать, можете не делать. Это всего лишь дополнительные задачки. Если вы их сделали, молодцы. Если не сделали, ничего страшного, сделайте потом. Даже если пропустите, тоже никаких проблем нет. У кого, кто был второй? Ой. Марина? Включай микрофон. Марина? Микрофон. А, окей. Вот, я добросовестно делала все кодинг-упражнения. И все так хорошо, замечательно было. Пока вот дошла до нуля. Ты мне прислала в чат вот такую вот запись. Что неправильно в этом? Кто может сказать? Может быть, ты сама можешь сказать. Что неправильно в этой программке, которая есть сейчас на экране? Здесь как бы let – это ключевое слово, правильно? Переменная. Дальше. Переменная сама – это нам. Номер. А потом переменная. Дело в том, что… Сам было написано. Я так понимаю, что это нам должно быть. Потому что здесь только буковка U, M. Видимо, N не влезла. Да-да, все, я отвечаю. В этом примере вы объявляете две переменные, которые называются одинаково. Поэтому так делать нельзя. Я экспериментировала. Да-да. Либо они должны называться по-разному, либо одна из них, либо одной из них быть не должно. Вот так работает. Ноль – это число ноль. Ноль – это число ноль. Нал – это намеренно отсутствующее значение. Я понимаю, что оно, может быть, немножко странно звучит. Значит, намеренно отсутствующее значение. Ну, вот тогда, когда, ну, мы, допустим, вот родился ребенок, а мы еще его пока никак не назвали. То есть пока нол. Вот примерно так. Пусть пока нол походит. Да, то есть нол – это намеренно отсутствующее значение. Нет, нет имени пока. Оно должно быть. Должно быть там значение, но его пока нет. То есть мы знаем, что оно будет, но вот пока нол. То есть у меня был ответ, было написано, что «crack the errors in the given code». Я даже была исправить ошибки. Там было «сам», «сам», я так понимаю, вместо «сам» должно быть нам. И вот с нулем. Я его обозначила как ноль, в кавычках не получилось. Ошибка. Тогда я взяла его «нол». Тяжело сказать, потому что я не совсем понимаю контекст. Я не могу скопировать, как бы не дает мне скриншот сделать. Ну и ладно. Ну ладно, ничего страшного. Пробуй, пробуй. Мой вам совет. Если вдруг вы решаете задачу, и если вы решаете задачу и не понимаете, что там происходит, попробуйте перечитать предыдущую лекцию к ней, именно в текущую лекцию, и пересмотреть видео. Обычно в видео я рассказываю все про эту тему, а конспект написан только в рамках этого видео. Иногда есть небольшие вариации, но все равно все крутится вокруг этого видео, вокруг конспекта. Ну да, в принципе, только я дальше не могла продвинуться. Я застряла на этом, и все. И вот просто так. Пересмотри видео и лекцию перечитай. Я думаю, что ты просто упустила какую-то мелочь. Подскажите, пожалуйста, а вот это задание, это было QA-мануал, который нужно было сделать до третьего пункта? Это был JavaScript-синтакс. А, JavaScript-синтакс. Синтакс, который? Да, вот посмотрите, мы проходим, мы работаем вот с этими двумя методичками, QA-мануал и JavaScript-синтакс. QA-мануал мы проходили первый день и немножко второй, а JavaScript-синтакс мы проходим второй и вот третий сегодня тоже. И завтра тоже. Почему? Я объясню, я объясню вам, почему я делаю акцент на программировании. Потому что, по нашему мнению, по моему мнению, если вы тестировщик и умеете программировать, то ваша карьера будет развиваться намного быстрее, чем просто, если вы будете уметь тестировать. Помните, как доброе слово и пистолет лучше, чем просто доброе слово. Так вот, в общем, пистолет – это JavaScript в данном случае. Помните, да, эту шутку? Там Али Капона, по-моему, говорил. И в данном случае JavaScript – это вот та сила, которая вас переносит на качественно новый уровень. Серьезно, на качественно новый уровень. Вы будете проходить собеседование, другие вас будут рассматривать, на вас будут смотреть совершенно по-другому. Имейте это в виду. Спасибо. И моя задача сейчас вам в очень простой и доступной форме объяснить самые-самые базовые вещи в программировании. Каждое новое знание, оно ложится на предыдущее. И если у вас есть хорошая база, понимание того, как устроены переменные, как устроено присваивание и все прочее, то и дальше все будет хорошо. Санат пишет, Виктор, я не могу войти никуда в Local Coding, почему-то все заблокировано и зарегистрировалось, что делать не могу самостоятельно позаниматься. А ты email подтвердила? Там email приходит потом, его нужно подтвердить, и ты можешь проходить дальше. Если вдруг есть какие-то сложности, вы можете написать нашим ассистентам, это Лилия, Марина, Маша, Даша, и написать им о своей проблеме на почту, в Телеграме, в Инстаграме, где они с вами общаются, в Фейсбуке, и они помогут вам решить вашу проблему с входом в аккаунт и так дальше. Есть еще адрес, есть еще у нас адрес support, supportsobaka.us.us. Туда очень много заявок приходит, поэтому ответ вы можете не получить моментально, так что когда дойдет очередь до вас, то как раз вы получите ответ. Но быстрее будет написать ассистентам, продавцам. У них есть тоже доступ, они тоже знают, как это делать, поэтому к ним будет быстрее. У меня тоже есть вопрос по домашнему заданию. Там было для самоконтроля, я не знаю, видите или нет, вот это задание. А где задание? Куда ты предправляешься? Сейчас, демонстрация. А, я не могу демонстрацию запустить. Давай запускай. Сейчас ссылку на телеграф пришлю вам. Вот. Получается, начиная с 9-го, второе задание, и у меня выдает ошибку. Я не совсем поняла, что значит говорящие имена задать. Говорящие имена переменных, это так, чтобы ты могла прочитать название переменных и догадаться, что находится внутри. Но им, получается, все равно значение надо дать. Да. Можно создать переменную и не присвоить им никакого значения. Ошибка у тебя о том, что переменная one уже была сделана. Ты ее объявила на 13-й строке. И если пролистаешь... А, и на 17-й строке. Вот. На 17-й строке, видишь? Да, да. Поняла ошибку. Да, то есть два раза, даже если... Это все равно одна и та же программа. Это все равно один и тот же скрипт. Он идет сверху вниз. Как на него не смотри, он идет сверху вниз, и две переменных внутри него не могут ужиться. Поняла. Спасибо большое. Одинаковые. Спасибо. Да. Да. А подскажите вот про то, что я спрашивала про переменную. Вы сказали, присвоила я пустую строку. А что нужно было сделать как правильно? Если ты не хотела мне ничего присваивать? Нет. Светайте переменную с именем b с использованием ключевого слова let. значение переменной не присваивайте. А вот у меня let b равно кавычки. Что здесь не так? Web b. Вот смотри, я создал переменную b, никакое значение в нее не присвоил. А если я использую равно, то я что-то в нее присвоил. Пустая строка – это не ничего. Это пустая строка. Я поняла. Спасибо большое. Да, это важная штука. Ноль – это также не ничего. Это ноль. Это число. Нал, ребята, нал. Вот даже если мы здесь напишем вот тут нал, то это тоже не может считаться ничего. Это такое значение, которое значит, что значения нет. Ну вот не пропускает. Пропускает. Let b просто не пропускает в этом задании. Ну, это… Надо его смотреть. Я думаю, что мы упустили какой-то еще важный момент. Его нужно перечитать. Ну, что и точку запятую надо поставить. Там надо бывает не пропускать из-за этого. Есть такие задания, в которых нужно, да, в которых важны пробелы, точки запятой. Вопрос с комментированием строки был. Не нужно ли комментарий ставить после значения переменной? Ну, если вы хотите закомментировать всю строку, чтобы она не работала, то делайте так. Если вы хотите оставить комментарий другим разработчикам, то да, вот здесь пишите все, что хотите. Зависит от того, что вы хотите с этим сделать. Виктор, можно мне сказать? Наверное, имеется в виду… Ну, когда let b без присваивания значения, в результате ничего же не видишь. Для того, чтобы увидеть результат, надо… Скажи, пожалуйста, в какой лекции находится эта задача? Все в порядке. Да, действительно, не было точку запятой. Все прошло. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо. Мы постепенно избавимся от такого рода заданий, чтобы там они никого не смущали. Проблема, что не пускают дальше. Ты сидишь и все, и не можешь никуда. Ну, там, кстати, написано, что в вашем коде не хватает точки запятой. Там же приходит сообщение. Все равно с нулем не получается. Давай так. В какой лекции задача? С нулем? Это, сейчас скажу, это которое… Сейчас, 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 сейчас… Variable, то есть переменная. Coding exercises, там все coding, coding, coding. Все я делала, все эти practice exercises. И вот оно последнее, мне кажется. Что такое переменная? Это? Да. Где? Кодинг я все сделала. Вот там здесь number zero написано. Число 0. Вот, исправьте ошибку число 0. Дальше, дальше. Это? Да. Вот, требуется написать команду, которая присваивает переменной сам значение числа 0. Кавычки убрать. Я убирала, и с кавычками, и без, не знаю. Ну, давайте так посмотрим. Исправьте ошибки в коде. Let sum равняется 0. У меня почему-то… Опять точка запятой может быть тоже сам. Там была точка запятой. Там нужно было просто убрать… А почему сам тогда? Почему не… Должен быть номер же, number. Почему сам? Требуется написать команду, которая присваивает переменной sum. Да, сам. Ноль. У меня даже почему-то нет sum. У меня you, am, все. А ты можешь открыть экран, показать? Так, сейчас, секунду. Меня просто не открывает на разных… На одном Mozilla, на другом… У меня почему-то это… Не смогла открыть coding exercises на Chrome. Поэтому у меня в разных бразерах. Так, я должна сделать… В Zoom-е. В Zoom-е экран, да? В Zoom-е экран, да? В Zoom-е экран. Да. Блин, как же я это делаю? Нажимаешь share screen, а потом desktop 1. Да. Готовьте вопросы, у кого еще есть. Ну? Вот сейчас его видно или нет? То, что я открыла. Да. У меня вопрос. Для чего кавычки? Сейчас, извини, пожалуйста. Для чего кавычки вот здесь используются? Они не должны быть? Для текста. Да, это текст. Для текста, да. А так это уже не число. А так уже число. Нажимай. Validate. Вот чудо. Хорошо. Почему у меня «Юм» написано? Не «сам». Я подумала, что эта ошибка должна быть «нам». Вот это меня сбило с толку. А тут как бы «сам». Я думала, это ошибка. Вот это и есть ошибка, которую нужно исправить. У меня не влезло в условия почему-то. «Сам» у меня «Юм» написано. Я говорила, что это «намба». Да, это интересно. Да, это интересно. Какой-то глюк, в общем. Ладно, понятно. Спасибо, все. Круто. Хорошо. Все, давайте так. Все остальные вопросы, пожалуйста, готовьте, и я их в конце занятия отвечу. Все, поехали. Мы с вами на прошлом занятии посмотрели такие переменные. И мы можем создать переменную, присвоить в нее какую-то строку. Потому что вот эта строка, отличие строки от не строки в том, что у нее есть кавычки. Вы это заметили? Если есть кавычки, значит, это текст. Это не число. Это не число. Это текст. И если мы создадим переменную и запишем сюда число, то вокруг него нет никаких кавычек. Тоже заметили? Ребята, да? Все внимательно заметили разницу? Да, заметили, да. Если вот это и вот это выглядят очень похоже, то это не значит, что это одно и то же. Это текст, это число. Даже если внутри цифры. Сейчас я вам покажу еще один тип данных, который используется в программировании. И мы с вами поймем три типа данных. Первый – это string. Второй – это number. И третий – это логический тип данных, в которых записывается всего лишь два значения. Это может быть записано. Is. Да. Человек ли это? False. False. Видите, как написано? Без кавычек. Без кавычек. Маленькими буквами. Вот так написано. Вот так оно написано. Is. Animal. Animal. Is. Animal true. Вот. Теперь вы видите два значения, которые могут быть, которые могут быть либо false, либо true. Никаких других значений Boolean принимать не может. По-английски, логический тип данных называется Boolean. Пишется вот так. Вот так. Boolean. Это Boolean. Это тоже Boolean. Это у нас number. А это string. Понятно? Вот. Это строка, это число, это Boolean, это Boolean. Boolean может находиться всего лишь в двух состояниях. Либо да, либо нет. Либо вкл, либо в выкл. У Boolean не бывает каких-то промежуточных состояний. Чуть-чуть горит свет, или чуть-чуть светло, чуть-чуть темно. Только да или только нет. Очень-очень категоричный тип данных. Понятно? Кто-то сталкивался с этим? Есть вопросы? Пока нет. Отлично. Я вам сейчас покажу еще один интересный способ. Точнее, не то, что еще один. Это единственный способ, пока я вам покажу. Как мы можем определить, какой тип данных находится в переменной. Я пишу console.log, и тут пишу type of, и значение переменной. Точнее, название переменной. Name. В переменной name находится string. Я получаю ответ. Видите? Попробуйте так сделать, у вас тоже должно получиться. Получилось? Угу. Ребята, да? Есть контакт. Type of. Можете написать вместо name. Напишите age. Напишет number. Напишите is human. Вы увидите boolean. Есть? Ага, вижу, уже в чате присылают. Да-да-да. Есть у кого не получилось? Наверняка такие есть. Давайте смелее посмотрим, что там наделали. Есть? Есть, нет? У меня undefined вышло. Undefined? Ты точно пишешь? Точно у переменной есть значения? А, окей. Я не все записала. Если вы сделаете, давайте так. Допустим, у нас будет еще одна переменная. Let a. Но мы значение в нее не присвоим. То здесь мы получим undefined. Undefined – это значит отсутствует значение. А значение нет. Это тоже, это undefined. Очень много похожего, на первый взгляд, есть у now, у нуля, у пустой строки, у undefined, у false. Да, можно сказать, что типа, ну ничего, это как бы отсутствует, нет. Это все такие значения. Undefined, он немножко странный. Немножко странный, потому что он бывает в том случае, если значения нет, но он также может быть и значением. Поэтому он немножко странноват в этом плане, но все вы поймете по ходу. Я не понимаю, что выводит human и let is human равно false. Что оно выводит в консоль? Попробуйте. А вот если не выводить type of, а просто let is human, это мы просто присваиваем значение, да? Присваиваем и выводим его в консоль. Надо читать, наверное, я так сразу не понимаю. Быстро. Не дошло. Подождем. А сейчас? Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Вот здесь посмотрели мы текст, число, boolean. И если значение не дать, там будет написано undefined. У нас художники появились. Прекрасно. Теперь что? Теперь что? С помощью вот этих вот трех типов, с помощью строки, числа и boolean, можно делать все. Можно сделать все. Ну, практически все. Очень много всего. Но в языках программирования значительно больше, чем три типа. В Java так там на только на числа. Там много разных вариантов. Какие-то большие числа, малые числа и так дальше. В JavaScript нет деления на разные типы чисел, кроме обычного числа. Ну, и появилось вот в последнее время BigInt. Но это пока не важно. С помощью вот этих вот трех типов можно делать очень-очень много всего. Очень много задач, которые обычные человеческие задачи. Мы с вами еще посмотрим несколько других типов, но на данный момент этого достаточно. Теперь что мы можем делать с числами? С числами, как вы помните, мы можем производить разные операции. Мы можем их возводить в степень, прибавлять, отнимать, делить и так дальше. Но что мы можем делать со строкой? Я пока сюда пойду. Что мы можем делать со строкой? Как вы думаете? Какие есть варианты? Может быть, кто-то уже что-то видел? Вы говорили циклы там повторять. Ну, до циклов нам еще далековато пока. Но я вам покажу. Конкатинация еще можем делать. Да, строки. Вот если строки, вот если мы напишем здесь 1 плюс 2, то мы получим 12. Потому что это 2 куска текста, 2 строки. И они склеиваются. Они просто склеиваются. И получается 12. Но никак не 3. Никак не 3. Но если мы здесь напишем знак умножить, то в этом случае, допустим, здесь будет 4, то в этом случае JavaScript уже их переводит в числа. Вот такая вот логика внутри. Плюсики. Это склеивает строки, а умножить уже попытается перевести в число. Но если вдруг какая-то из этих частей, какая-то из этих частей не будет числом, то мы получим вот такой вот NAN. Мы получим NAN. Интересно, правда? NAN это... Есть кто-то, кто знает, что такое NAN? Мотанамба. Верная. Если минус, он также попробует их перевести. Может быть, даже и в степень можно будет возвести. Но вот такое непотребство, оно не очень, не очень... В общем, не благословляется. Не благословляется. Это плохая практика. Делать всякие трюки математические, числовые трюки со строками. Потому что внутри строки может прийти все, что угодно, и наша программа может внезапно хорюкнуть, хрякнуть, да? В общем, завалиться. Not a number, если мы пытаемся совершать всякие чудеса, мы получим в том случае, если мы делаем что-то с числами и не числами, пытаемся все смешать. Либо в результате этого получилось какое-то странное смешание. Смешарики. Так это считается ошибкой, если мы получаем NAN? NAN? Нет. NAN это результат. NAN это результат тогда, когда мы что-то пытались сделать с числами и не числами. NAN расшифровывается как NOT a number. И NAN относится к области чисел. NAN это не число, но он относится к области чисел. Тоже немножко странная штука. Он говорит что-то NOT a number, но если вы напишите вот здесь type of NAN, то он скажет вам NAN. NAN вот это вот тоже имейте в виду. Пока что я вам показываю всякие фундаментальные вещи. Простые, очень понятные. Даже если вдруг вы их не понимаете с первого просмотра, вы пересмотрите спокойно на пониженной скорости. Там все будет понятно. Я и так стараюсь не торопиться. А на пониженной скорости так вообще будет самое то. Отлично. Хорошо. Когда мы со строками делаем разные операции, вот посмотрите, давайте попробуем так, я скажу Alice. Почему он говорит, что Alice not defined? Я же его сделал, пытаюсь вывести этот текст. Почему не работает? Кавычек нет. Кавычек нет. Нет, нет кавычек. Нет, у нас name. В конце точка. Нет, дело не в точке. А name должен написать. Name надо написать. А там переменные, это разные вещи. В этом случае, да, все правильно. В этом случае он пытается найти переменную Alice. Переменной Alice нет. Поэтому, чтобы ее использовать, мне нужно использовать name. Я могу писать name плюс name. И в этом случае он будет использовать этот кусок текста, склеит его и получит вот это. Ну, мы же в то же самое могли написать просто в кавычках Alice. Мы могли бы, могли бы, могли бы. Я вам показываю простые штуки, вроде бы, которые можно было просто написать Alice, Alice. Да, можно было бы, но я вам показываю, как это было. Просто слово может быть очень длинное, а ты обозначаешь его name, и оно само вставляется. Да, тут может быть не только один name, здесь может быть и фамилия, и какие-то еще другие значения. И оно все вот так вот склеилось в один кусок. Если нам нужно между ними сделать пробел, то нужно этот пробел дописать вот здесь. Пробел плюс. Пробел плюс. Видите, name плюс пробел. Вот этот пробел, его в этой строке нет. А вот тут он появился, потому что мы его вот тут прописали. Вот этот вот пробел, он вот тут. Ясно? Да. Пишут. Понятно. Хорошо. Если появляются вопросы, сразу спрашивайте. У нас у строки. Смотрите, можно спрашивать, но я правильно же понял. Вот если name мы ставим, обозначим, но вместо Alice мы напишем фамилия, имя, отчество, плюс дата рождения. И потом нам просто мы вставляем name, и они выстречиваются. Можно. Каждый раз мне писать большие там предложения, да? Да. Можно так. Любую операцию. Так, теперь идем к тому, что мы можем делать со строкой. Как быть с точкой запятой? Точка запятой, я ее здесь не ставлю для того, чтобы вам показать, что программа не ломается от того, что вы не поставили точку запятой. Все утверждения книжные про JavaScript, что точка запятой надо ставить, нет. Это неправильно, неправда. В JavaScript можно писать код без точек запятой. В курсе и во всех других материалах мы рекомендуем вам ее вставить в конце строки. Но если вдруг вы ее не поставите, то ничего страшного не случится. Мы используем потом уже по ходу, мы используем редакторы кода, которые помогают нам ставить вот эти точки запятой в тех местах, где они нужны. А там, где мы их забыли поставить, то, допустим, сейчас покажу вам пример. Я уберу из этого кода все точки запятой, а потом нажму специальную комбинацию клавиш, которая поможет мне отформатировать код. И она поставит все точки запятой, поставит лишние, там все, чего не хватало, все это разместит. Поэтому я эти точки запятой не ставлю, потому что я уже очень привык к тому, что у меня есть специальный помощник, который их расставит. Строка. Строка – это кусок текста. И в этом куске текста у нас есть какие-то символы внутри. Тут могут быть пробелы, тут могут быть какие-то символы, все что угодно. И у этой строки есть длина. Да, есть длина. Длина этой строки – это столько, сколько в ней находится символов. В этой строке – один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать символов. Чтобы нам получить значение 11, нам нужно у этой строки получить это свойство. В каждой строке есть это свойство. Чтобы его получить, нужно в конце строки поставить точку и написать lngth. И получим 11. Значит, я, видимо, неправильно посчитал. Тут все-таки их 11. Даже не буду пересчитывать. Верю. Вы и сказали 11. Да, но я уже забыл. Память, память, четыре секунды. Вот. name length – 11 символов. Причем переменная name никак не изменилась. Но вот таким способом мы можем получить ее свойства. Вот таким образом мы можем получить свойства строки. Мы получаем свойства строки. Получилось? Да? Или только у меня получилось? Давайте, давайте. Вы задумали, что? Тестировать это что? Как обезьяна трясти? Вот, бить кружки? Тестирование? Тестирование – это инженерное направление. Это только, может быть, лет 30 назад это было какое-то. Там брали всех подряд. Сейчас на тестировщиков серьезный отбор. Почему у меня на стороне консоли нет цифр? Да, потому что у меня run.js, а не JSBin. Я его использую, чтобы быстрее тут печатать. А вы можете в JSBin делать. Это очень похожие, однообразные песочницы. Пишите код там, где вам нравится. А можно спросить, а для чего нам нужно знать свойства, длину строки? Потому что нам нужно будет по этой строке путешествовать когда-нибудь, и нам нужно будет знать, докуда гнать цикл. А пробел он всегда считывается как символ, да? Да, любые. Я поставлю здесь запятые, и от этого длина строки увеличится. Спасибо. Почему-то ошибка выходит. Проверь, пожалуйста, что вы правильно написали вот это слово. N-G-T-H. Нормально с английскими, я на автомате пишу. Вот я смотрю синтаксис, строки как все, опять. Если появилась ошибка, то скопируй ошибку и пришли ошибку. Получилось. Получилось. Пришлите код ошибки. Доктору так будет проще поставить диагноз. Да, ладно. Готово, да? Let name Alice, console.log, name.land.gth. И что ты получаешь? Я получаю ошибку. Это Марина, да? Марина? Это Марина, да. Так, а кода ошибка? Ну, значит, у тебя посмотри выше, ты используешь, там у тебя где-то ты еще name объявляла раньше. Надо все убрать остальное, что я тут... Либо закомментировать можно все, чтобы осталось. То есть, в принципе, синтаксис правильный, да, как бы здесь? Синтаксис, куска этого куска правильный. Ты прислала мне его в личное сообщение, никто его не видит. У меня эра все равно выходит. Закомментируйте предыдущие свои все записи. Сделай так, чтобы твоя программа, это были две строки, все остальное удали. Окей. А как удалять? Мне почему-то этот... Clear получается с обеих consoles. А саму Java как удалять? То, что мы пишем из файла delete? Выделила, удалила. Не работает. Там на клавиатуре есть кнопочка Backspace, delete. О, все, получилось. Супер. А ну-ка сейчас. О, час девять. Супер, все, получилось. Видимо, проблема была в тексте. Да. Как мало нужно человеку для счастья. Ой, да вообще ничего. Главное, чтобы программа запустилась в каком-то... Да, то есть я убрала весь текст предыдущий, и все нормально. В виртуальном мире запустилась программка, где-то там монеточка виртуальная, и все. Счастья по нему. Счастья по нему. Счастья по нему. Дальше идем. Можно вопрос, я извиняюсь. Почему он имя, например, Alice с пробелами воспринимает точно так же, как Alice без пробелов? То есть если мы задали let name Alice без пробелов, потом выводим консоль lock name, и когда мы задаем Alice ниже с пробелами, то он выдает ошибку, потому что как будто бы уже задали эту. Вы не можете в одной программу. Вы не можете в одной программе сделать вот так, потому что переменная name однажды создана на первой строке. Вы не можете на второй строке создать еще раз переменную. Теперь, что мы можем делать со строкой? У строки... Так, Карина, ты мне присылаешь похвастаться или пожаловаться? Пожаловаться. У меня не получилось. Undefined выходит только. Ну давайте. Кто быстрее скажет? Где? У меня запитает там лишнее. Не так написано. Ошибка в написании. Да, и length, ошибка, spelling. Вот думали, компьютер за вас догадается? Спасибо. Кто там говорил? У меня идеальный английский. Нет, так это я говорила. У меня как раз нормально все. Я могу просто тайпу сделать, да. В общем, короче, нам надо быть внимательнее. Компьютер это... Он так все сдал. Да, кавычки там не пишем. Компьютер это самое тупое устройство. Он понимает только те инструкции, которые знает. Если вы будете с ним, типа, ты меня уважаешь, но догадайся, чего я хочу. Догадайся, на что я обиделась. Так вы долго будете ждать. Да. А вот запятые вы там поставили. Это, в принципе, как бы можно пропуски, можно запятые в имени. Это тоже будет как знак? Да. Это не важно? Это будет символ. Он удлиняет строку. Нет, я понимаю. Но как бы там были запятые раньше. То есть мы там ставили запятые, просто пропуски. Значит, надо просто define с запятыми. Я не совсем понял. Это как знак считается. Да, это символ. Лиля, ты подняла руку. Как сказать? Да, у меня не получается. Обычно текст. Это синтакс, эррор. Вроде бы так же, как вот сейчас у этой девушки было. Лэнкс на месте. Синтакс, эррор. Пришли, ну, пришли, вот скопируй то, что ты написала вот здесь и пересылай в чат. Я с компа работаю с двух устройств, так скажем. Ну, как? Что-то мне включить. Синтакс, эррор. Синтакс, эррор. Обычно. В том случае. Invalid or Unexpected Token, если вы написали, допустим, два раза равно или какие-то еще, там чудеса, или написали здесь минус, или скопку не открыли. Закрыли, открыли. Не знаю, ну, вот прям все. Так как вот, ну, эррор. Давай так, давай так. У тебя программа состоит только из двух строк, или там еще? Да, 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 да. У тебя один в один написано, вот как бы никакого там отклонения, да? Вот прям, ну, вот после Элис, разве что, точка записывания стоит. Ну, уберем. Может, надо убрать текст? У меня же проблема с текстом была, может, поэтому? Текст на месте, Элис с пробелами, точку с запятой поставили, теперь эррор, кавычка. Ну, вот ты же с какого-то устройства мы видели тебя, вот включи там камеру и наведи на экран, чтобы было понятно. Мы сейчас будем тренироваться, тренироваться, развивать внимательность у наших студентов. Это правда. Давай посмотрим. Ну, вот. Ну, все понятно. Все понятно. Давай так. Давай так. Мы будем развивать внимательность и у тебя тоже. Посмотри внимательно. Внимательно. Ты точно сделала вот все так, как у меня? Ничего больше там не надо было? То есть, ничего лишнего не дописала на второй строке? Ты написала вот так, ты написала вот так, равно. Там не надо равно писать. Ребята, поиск ошибок своих и чужих – это важный процесс. Это очень важный процесс. Да, я понимаю, что вы хотите сейчас новые темы и все прочее. Давайте вперед, побежали. Но пока вы не научитесь читать свои ошибки и очень-очень быстро находить чужие, все постепенно. Лиля, ты поняла, что я говорил? Какую ошибку у тебя была? Лиля, да? Ты поняла или нет? Лиля, ты с нами? Я что, звук выключила? Да, да, я с вами. Ты поняла, какая у тебя была ошибка? Да, поняла. Исправила, работает? Да, спасибо. Прекрасно, хорошо. Прекрасно, хорошо. Внимательно, очень внимательно. Каждый символ, он сделан для чего-то. Это не как салат делать. А, там чуть того нарезали, всего там, как-то там, гости съедят, там, там внутри переварится. Все имеет значение. Все очень, все, компьютер настолько тупой, что если что-то пойдет не так, как ожидалось, то все сломается. Вопрос по пробелам. Я правильно понимаю, что пробелы между, вот, вторая строка, консоль лог, перед, после, скобки, внутри не имеют значения, правильно? Да, я их, я их поставил, эти пробелы, я поставил пробелы, чтобы вам визуально отделить их друг от друга, да. Следующий кусочек, давайте. Мы с вами разобрались, как внутри строки, как вообще понимать, как, у какой, какой длины строка, да. Ребята, я очень давно преподаю программирование, поэтому я очень хорошо знаю, и наши преподаватели тоже очень хорошо знают, что самые важные этапы, это первое, что вот вначале нужно очень-очень внимательно все делать. Потому что если я вам сейчас сразу, а, давай там вот это вот все нажимай, здесь дергай, там то и то скачивай, вот там, тут включил, полетели и так дальше, оно может, конечно, вас впечатлить моими скоростями и какими-то моими знаниями, навыками, но это не поможет, не поможет всем, по крайней мере большинству. В общем, впечатлить, эти, эти уроки, они нужны не для того, чтобы вас впечатлить моими, моими навыками. Эти уроки нужны для того, чтобы тем людям, которые хотят получить новую специальность, чтобы для них это было как можно легче, как можно легче. Сейчас программистов очень сильно не хватает, сейчас очень сильно не хватает людей, которые могут писать код. Код научиться писать несложно, несложно. Мы, вот просто представьте себе на мгновение, вот если бы мы начали бы это со вчера, ну или с позавчера, я бы вам написал бы это и сказал, ну что, что не работает. Вы такие, ну не работает, что это такое, великий мастер, мы вообще не можем понять в этих ваших заумствах и так дальше. А сейчас, а сейчас вы понимаете каждый кусочек, вы знаете, для чего нужна лет, для чего вот это, для чего это, для чего нужна кавычка, для чего она должна закрыться, что значит консой лог, что значит нейм, что значит лэнгс, да, вот в конце него. То есть вы уже это понимаете, уже как-то вот начинают формироваться все связи. И так постепенно, постепенно вы поймете очень много всего, а потом научитесь еще делать с этого конструкции чутка посложнее, посложнее. Вот если бы вы пришли бы на какой-то урок, где студенты уже учатся четвертый, может там пятый месяц, они бы вам показались ну просто гениями какими-то, просто какие-то волшебники, что они там делают, какие они там, какие они умные слова там говорят и так дальше, они все друг друга понимают и все прочее. Это потому что они это время, они учились, они приобретали новые навыки, а когда смотришь на это в начале пути, то кажется, что они просто на каком-то невероятном уровне. Это все, это все навык. Поэтому и программирование, и написание тестов, это все, это все навык, да. А можно ли на программирование с полного нуля или все же начинать с QA? Как хотите. Можете идти на фронтенд. Можете пойти на QA, а потом перевестись на фронтенд. Так тоже можно. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Имя. Переменная name. В нем хранится какая-то строка. И вот таким способом мы получили ее свойства. То есть, когда мы пишем точка length, мы получаем свойства этой строки. У этой строки есть свойства length. Вообще-то у строки только одно свойство есть. Это свойства ее длины. У строки есть символы, да. То есть 1, 2, 3, 4 и так дальше. Они идут по порядку. И мы можем поставить после названия переменной квадратные скобки. И здесь напишем 0. Когда мы напишем 0, мы обратимся к его символу, который находится на нулевом месте. Оказывается, что нумерация начинается с нуля. Да. Нумерация начинается с нуля. Соответственно, вторая буква, пробел, да, это будет 1. А на индексе, индексе 2, это называется индексы, на индексе 2 будет находиться буква L. Почему? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, если напишу 6, я получу C. Напишу 7, 8, 9, 10. А на 10-м получу высказательный знак. Попробуйте, у вас тоже должно получиться. Ну как? Нормально получилось. Да. Да, нормально. Остальные смотрят? Получилось, все нормально, супер. А есть кто-то, никто ничего не делает. Просто смотрят и думают, что сейчас знания сами с собой как-то приклеются. А я на двух экранах очень не должен. Получилось. Вот с вами все получается. Да. А когда сами, там что-то, короче, возникают вопросы. Трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить дома. А почему вот точечка получается, когда вы вводите console.log, да? Перед name как будто точка. И после квадратных скобок тоже перед круглыми точка. Вот сейчас ее нет. Это, наверное, просто этот. А, это курсор, да? Курсор. Что такое? Почему точка? У меня точки нет. Опять ошибка. Это просто он так хитро подчеркивает. А ну так, то есть, то есть, то нет, то есть, то нет. Не ставьте точки, если ее там нет. Дальше идем, да? Вот таким образом, ребят, вот таким образом мы можем получить какой-то кусок строки. Ну какой? Индекс. Один. Причем вот таким образом мы можем получить только один символ. Один символ. Мы здесь не можем писать никаких там двоеточий, типа там десятый и девятый. Только один. Только один. Только один. Даже более того, мы можем сделать переменную, назвать ее i, и в нее написать 10. А вот сюда написать i. Вот так тоже можно. По большому счету, это просто подстановка. Подстановка значения переменной сюда. Тоже попробуйте сделать. У вас все должно получаться. Ну как? Есть контакт? Да. Ну я в чате вижу, что у вас все получается. Хорошо. В чате получается. Замечательно. Да. Хорошо. Я вам покажу еще один трюк. У нас может быть строка неизвестной длины. То есть мы не знаем, какой длины строка. Ну, может быть длинная, она может быть меняться и так дальше. Но нам нужно получить... Это будет, в принципе, завершающий тезис сегодняшней встречи. Но нам нужно получить последний ее символ. Последний символ. Да, да, да. Моя правильно подсказывает. Последний символ. Длина строки. Вот длина этой строки. Один, два, три, четыре, пять. То есть длина строки пять. Потому что тут пять символов. Нумерация начинается с нуля. Ноль, один, два, три, четыре. Четыре. То есть последний символ находится всегда на единицу меньше, чем длина. Поэтому мы могли бы написать вот здесь так. Name. Length минус один. И i будет равняться всегда тому, что будет у нас в конце. Он будет вычислять здесь длину строки, отнимать от него единицу и подставлять его сюда. Все ли понятно? Так. Вот тут мы уже начинаем такими штучками вертеть. И код чуть-чуть усложнился, но у нас появилась уже гибкость. Нам не нужно ничего высчитывать вручную. Эта строка, она может меняться как угодно. Вот. Она может меняться как угодно. Останавливается длиннее, короче. Но мы всегда будем получать вот этот вот последний символ. Какой бы он ни был, какая бы длина строки ни была, мы всегда получаем вот этот вот последний символ. А это нам пригодится, да? что нам нужно всегда вычислять какой-то последний символ, или это так чисто в теории? Вот это вот точно будет очень часто использоваться. Кстати, я вам не рассказываю то, что вам не надо будет. Поэтому то, что я вам говорю, это 100% вам пригодится. Абсолютно без вариантов. Я то, что я вам рассказываю, это вы будете использовать точно-точно. Какие-то там всякие теоретические, а вот там когда-то могло бы быть, где-то на другом конце галактики, мы не знаем, но так предполагаем. Нет, только то, что проверено, и только то, что вы обязаны знать. Вы это обязаны знать. Оно не очень сложное, вполне посильно среднестатистическому человеку. А у меня вопрос. У меня почему-то пишет undefined. Undefined? Угу. А ты точно отняла единицу? Минус один. Не сделала, да? Нет, сделала, сделала. Скопируй. Скопируй свое решение, пришли в чат. И мы сейчас посмотрим на него. То есть независимо, вот в первой строчке, сколько там символов, ориентир идет на последнюю цифру? На последнюю. На последнюю, окей. А как получить предпоследнюю, догадываетесь? Плюс один, минус два. Да, минус два, минус два. Джон спрашивает, сколько примерно команд или синтаксис имеются в JS для запоминания? Ну, немного, не очень много. Ну, наверное, вот именно основных конструкций, может быть, конструкций 20. Есть еще около, потом около 50 всяких вспомогательных, вспомогательных инструментиков. Ну, вот, в принципе, 50. 50, наверное, сумма одна. Это то же самое, как разговорный язык. В разговорном языке мы используем, ну, сколько там, ну, пару тысяч слов используем. Может, и меньше. Так, ребят, ты мне обещала решение прислать. Присылаешь или нет? У меня с компьютера. Я могу как-то, может быть, через видео сделать. Ну, давай. Видим вентилятор. Прекрасно. Так, сейчас, секунду. Видно? Видим какое-то покрывало у тебя на столе. Ближе, ближе. Ой, как неудобно. С телефона и с компьютера. Так. Ближе. Секунду. Так. Так размыто. Окей. Сейчас что-нибудь. Пробуй, знаешь, там есть камера, можно повернуть в другую сторону. Ты будешь видеть, ты будешь видеть то, что нам показываешь. Угу. Да. Мы прям как будто бы у тебя в телефоне сидим. Сори. Ничего. О, так, уже лучше. Да, ближе. Да, ближе, ближе. Вот так. Что-то у меня размывает камера. Нормально. Так у вас, там у Алисы что-то много пробелов. Не, там в другом проблема. Там в другом. У нас семь бед, один ответ. Блин. Кажется, такой вопрос уже был. Хотелось бы нам найти ошибку, но ничего не видно. Да, все видно. Да. Мы не видим. Да нет, дело не в кавычки. Дело не в кавычки. Там равно, вместо равно плюс, да? Назим. Назим вам правильно говорит. А, слово? О, во спеллинг. Ну, конечно. А, все. Спасибо. Да, да, да. М, G, T, H. Да, спасибо. Семь раз. А пол. Один раз обрелись. Да, 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 да. Один раз обрелись. Да. В общем, слово Lengs. Lengs, напишите его где-нибудь. Стикером. Да, да. Себе там на руке, на обоях. Да. Все, ребят, прекрасно. Значит, завтра мы с вами встречаемся. Продолжаем, продолжаем ковыряться. Я очень надеюсь, что на мои занятия ходят те люди, кому это нравится. И очень надеюсь, что вам, ну да, все, целый час. Целый час прошел незаметно. Да, было очень круто. Очень незаметно вообще. Просто как вроде-то поначал. Пролетело. Как миг. Да, особенно. Да, сегодня очень интересно было. Да, спасибо. Да, спасибо. Особенно интересно смотреть, как у кого ошибки, да, какие думаешь. Да, интересно, помогает дополнительно. Завтра розыгрыш, да. Товарищи, тут тупой вопрос абсолютно. Я помню раньше, а сейчас вот забыла. Где ручка поднимается? Там, там есть реакция, там есть reactions. А, где эти самые, а, где все мордочки, да? Можно вот так, просто там есть, да, reactions где-нибудь. У меня вопрос. У вас обучение на курсе, оно делится по модулям? Да. Да? На модуле. И, допустим, первый модуль – это JavaScript. И вот если пройти весь JavaScript, который есть в бесплатном доступе у вас на сайте, можно ли сразу же на второй модуль пойти учиться? Или все-таки нужно с первого модуля начинать? Ты можешь. Ты можешь попробовать. Можешь попробовать. Я извиняюсь, тупой вопрос у меня будет, наверное. Я хочу все-таки понять. Теперь тестировщик, значит, должен уметь кодировать. Да. И потом искать уже ошибку, да? Нет, он, тестировщик не ищет ошибку в коде. Тестировщик не ищет ошибку в коде. Ну, в своем коде он может искать ошибки, но в код программистов он не лезет. С помощью вот этих инструкций, которые мы с вами разбираем, мы с вами смотрим такую азбуку, самую простую, но с помощью вот таких вот инструкций подобных, он пишет уже компьютеру задание. Зайди на такой-то сайт, найди такую-то кнопочку, нажми на нее, найди такое-то поле, заполни туда имейл, заполни пароль, нажми на эту кнопку. И если получился такой-то результат, то значит, все хорошо. Если не получилось, значит, там проблема. И тестировщик пишет такие скрипты для того, чтобы компьютер делал за него его работу, потому что это можно было делать дальше. Да, кстати, ребята, я сегодня собирался показать проект, но я его покажу вам уже завтра. Виктор, а тестировщик должен уметь починить? Нет. Нет. А вот есть что-то, я читала, black and white. Я как поняла, white должен уметь, да, починить, а black и наоборот. Нет. Вы, наверное, говорите про black box testing и white box testing. Это не относится к способности починить, это относится к системе, которую мы тестируем. Black box – это тестирование закрытой системы, когда мы не знаем, что происходит внутри. Мы только можем, ну, условно, допустим, вот, допустим, вот, посмотри, вот есть какое-то устройство. Да, вот есть какое-то устройство, оно как раз вот такое же черное, как и тот black box. Вот, и у нас есть какие-то интерфейсы, допустим, там, крутилочка какая-то и что, но мы не можем открыть и посмотреть, что там находится внутри. Мы можем только вот сделать какое-то действие и понять, как оно реагирует на это. Но не можем пойти, разобрать его и так дальше, потому что оно либо закрыто, либо у нас к нему нет доступа по разным причинам. Да, допустим, допустим, если вы знаете, то перед выходом каких-то гаджетов компания Apple нанимает тестировщиков на три недели, именно на три недели. Две из которых – это обучение, просто там, ну, какие-то полиси и прочая там какая-то бумажная тягомотина. А одну неделю они это тестируют, то есть, но они не лезут внутрь, они не разбирают эти часы, они не лезут внутрь этих всяких тегов, телефонов. Они просто вот проводят тот набор тестов, который у них есть. Это black box тестирование, они не знают, они не знают устройства. А white box – это когда вы знаете, когда у вас все открыто, когда вы можете внутри поковыряться, посмотреть. Ну и даже и в этом случае все равно вы не должны знать, как чинить. Делайте репорт просто. Это не обязанность, это не обязанность тестировщика чинить. Некоторые тестировщики, они могут порекомендовать, что можно сделать. Я почему говорю про Apple, потому что я работал в Apple два года, и наши тестировщики некоторые прислали отчеты, прислали баг-репорты, а также там было написано, как это нужно починить. Мне это очень нравилось. Я просто брал, проверял, работает. Ну, отлично, вот вы так хотели вот знать. Так, отвечаю на пару вопросов. Завтра покажу проект. Проект очень интересный, как раз это будет ваше портфолио. Баг-репорт. В понедельник начинается курс JavaScript синдекса. Когда? Когда QA? Вторник, по-моему, да, написано. В понедельник разве? А было вторник. Так, точно. Все, голос пропал. Может, у нас какая-то логичка. Мне, кстати, email не прислали ответ. Я попросила запрос на цену. Водка не поможет, Виктор. Не поможет, да. У нас тут дома водки нет, чай покупают. Да, ну, в общем, короче, завтра. Все завтра. Ой, бедный. Выстораживайте. Вот как надо закрывать сразу чай. Только, только... Чай с медом, с имбирем. Да, с имбирем. А у нас свой мед, у меня муж пчеловод. Вот так, 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 так. Не-не-не, это просто что-то поперхнулось. Ладно. Значит, завтра покажу проект. Разница между K-Minal и QA Automation. Тоже давайте все завтра. Занятие по QA в какое будет время начинается? Вечером. Вечером. Виктор, а можно? Я так и не поняла, когда начинается. Я не нашла у себя в имейлах, мне никто не ответил. Когда начинается мэниел и когда automation. Только у меня запрос на JavaScript. Я написала, сколько стоит, но пока ничего не получила. То есть, по-моему, во втором. Так, вот, отправляю имейлы. Я просто обратный, который мне пришел. А мне почему-то рекординг не приходит. Рекординг на канале. На что, мне тоже не приходит. А, просто самим зайти на YouTube, поимейте в виду, да? На YouTube. Хотелось бы о ценах больше и модулях, и как это, как breakdown, где-то посмотреть. Не знаю. Ну, по ходу, по ходу. Давайте все по ходу. В общем, да, завтра проект. Завтра ваши вопросы, мои ответы. Все. Так, по поводу, Джон, по поводу вопроса про оплату, это тоже к продавцам. Это я, это Марина спрашивает. Ага, ну да, да, да. Это все к продавцам. Что-то не отвечают продавцы, не знаю. Время другое. Да, да, да. Ребята, все, давайте завтра все вопросы. До завтра. Приходите завтра. Будем. Пока до ночи. До свидания. Спокойной ночи. Пока. Пока.